Чудеса у мощей святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского, по его молитвам и к нему множатся. История с юным крымчанином Иваном Фоминым облетела не только наш полуостров, а чудесном исцелении, казалось бы, безнадежно больного, стало известно повсюду. Известный телеведущий Борис Корчевников, который и сам столкнулся с тяжелым недугом и просил помощи у крымского целителя, специально приезжал в Симферополь взять у Вани интервью. Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь и викарный епископ Ялтинский Нестор встретились с Ваней и его отцом накануне Великого Поста. То, что со мной произошло, иначе, как чудом, назвать нельзя, потому что даже ведущие московские специалисты прогнозировали мне отнюдь не очень хорошие последствия после операции. Потому что после таких диагнозов, как у меня и после такой опухоли, просто не живут. И я всей душой и сердцем верю, что без Божьей помощи и помощи его святых угодников тут просто не обошлось. Горе в семью Фоминых пришло 7 лет назад. Ваня перенес две нейрохирургические операции в высшей категории сложности. Надежды на выздоровление не было. Мы молились хотя бы, чтобы Ваня остался жив. Постепенно, 4 года подряд, мы вынуждены были ездить на лечение, обследование в Москву, в московские медицинские центры, в московские больницы. И через 4 года состояние Вани начало улучшаться. Первые 2 года он практически был прикован к больничной постели и к инвалидному креслу. Затем состояние начало улучшаться. Он понемножку начал ходить, разговаривать, есть. Память начала возвращаться к нему. Преподаватели начали понемногу с ним заниматься. Индивидуальное обучение на дому. В послениркозном забытии он вдруг пришел в себя и увидел святителя, стоявшего у его постели. Он ничего не сказал Ване, но вдруг подросток отчетливо понял – он будет жить. Были такие осложнения, как фиксационная амнезия, потеря памяти на текущие события, шунтозависимая гидроцефалия. В головной мозг был установлен нейрошунт, который отводил спинномозговую жидкость в брюшную полость. Симптоматическая эпилепсия с комплексными приступами нарушения сознания и многие другие осложнения. Но, несмотря на сложность моего заболевания и неутешительные прогнозы на будущее, я решил не сдаваться. Теперь мечта всей моей жизни – это выучиться и стать хорошим психологом, чтобы помогать людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Большинство друзей, ровесников – это люди, которые не просвещены светом Христовой истины. Они это восприняли немного как шутку или не что иное, как просто показалось после операции, но с кем не бывает. Говорили, что нужно благодарить не Бога, нужно благодарить врачей, что бывает, такое бывает, что ничего тут в этом такого особенного нет. Но они так говорили, потому что не знали всей сложности ситуации, то, что я пережил и какие прогнозы и диагнозы мне ставили. На сегодняшний день у меня остались некоторые осложнения, но большинство из них, как таковых, у меня прошло. И врачи, которые меня обследуют, говорят, что действительно произошло чудо. С первой минуты, когда только устанавливался диагноз у Ванечки, подключилась к этой проблеме, этого ребенка, у меня до сих пор перед глазами, в отчаянии, со слезами, стоящая практически на коленях мамы перед этим мальчиком. И я запомнила слова Ванечки, когда на ее слезы он сказал, мама, я буду жить. Это меня поразило буквально за пять минут до того, как Ванечку повезли на МРТ. Диагноз тяжелейший, прогнозов никаких. Доказательство чуда – это Ваня, это его учеба, это его речь, это его целеустремленность. Но самое главное – это благодарность Богу. И не зря святитель Лука весь этот путь был рядом. Это доказательство и врачам, нейрохирургам, и просто врачам, и пациентам, которые ждут таких чудес. Вот пример Вани – это пример для тех тяжелых больных, которые только стоят перед таким диагнозом. Поэтому вера и любовь к Богу и помощь святителя, она творит чудеса. Я хочу, чтобы вы почаще прибегали к этому образу, святители Луки, и молились, и просили, чего вас не достает. Бог вам помощь, и Господь нас дает. Целуйте. И чтобы святитель Лука всегда присутствовал в вашей жизни. И когда будете специалистом, когда будете врачом, когда будете помогать ближним, чтобы все-таки понимали, что чудо творит Бог, в том числе может творить и вашими руками. И святитель Лука всегда со всеми, кто призывает его имя святое, кто нуждается в помощи, кто болен, еще не знает, как обращаться, он всегда идет навстречу, с опережением. Вот как и в вашем случае, он всегда дает больше, чем мы можем представить. Я думаю, что вот это чувство благодарности должно наполнять наше сердце, и Владыке Лазаре, и мое, и вообще-то всех верных чад Русской Прославной Церкви. Благодарности Богу, дивному во святых своих, таких, как святые Лука. Благословение Божие будет всегда с тобой, и молись, что Бог будет постоянно. Александр Фомин до сих пор не может говорить спокойно о том, что пришлось пережить. Он помнит буквально поминутно все эти страшные семь лет. Как не могли поставить диагноз здесь, в Крыму. Как собирали деньги на лечение, хватило только для оказания помощи Ване в Москве. До Израиля Фомины не добрались слишком дорого. Матушка Евсевия, игуменя Свято-Троицкого женского монастыря, очень помогла. Для меня это очень много значит. И в первую очередь мне приятно, что на мою проблему обратили внимание. Это чудо, которое со мной произошло. Усерднее всего Фомины молились святителю Луке, зная, сколько чудес и исцелений свершается у его святых мощей. И до операции я туда приходил, и после операции неоднократно меня туда приводили к раке с мощами святителю Луки. И каждый день мы видим чудеса. Если мы не видим явного чуда исцеления от телесного недуга, то мы каждый день много раз видим чудо покаяния, чудо исцеления. Когда падшее грехом человеческое естество приходит в целостность. Именно слово исцеление это и обозначает исцеление. И на примере Вани мы видим исцеление. Конечно, такой случай и в медицинской практике не часто происходит такого рода вмешательство с таким благополучным исходом. Ну а то, что исцеление произошло молодому человеку в жизни, учится, трудится, заканчивает школу, продолжает учебу, ходит в храм, приносит Богу посильные труды, покаяния, поста, молитвы, пребывает в послушании у своих родителей. Что еще нам нужно для нашего счастья, что еще нам нужно для нашего укрепления, для нашего утешения. Утешение родительского сердца, утешение братского сердца, ну и, конечно, сердца пастырского, сердца священнического, когда мы видим людей, приходящих в разум истины, приходящих к исцелению истинному. Ну и надеемся, что и увидим мы исцеление и физически от наших болезней, от болезней наших близких, от тех великих страдальцев, болящих людей, множества паломников, которые к нам прибывают в святую обитель, поклониться Господу Богу и поклониться великому заступнику и молитвеннику, святителю Луке, архиепископу, крымскому исповеднику. Для медиков в 21-м столетии наука и чудо – вещи абсолютно не противоречащие друг другу. Произошедшее с Ваней, это подтверждает существование истории религии, философии религии, истории религии и феноменологии религии. То есть, осуществление ожидаемого, уверенность невидимого. То есть, то, что произошло, это из феномена, который пытается трактовать и взять как чудо. Вот это чудо произошло с Ваней. Это подтверждено доказательно, то есть с позиции науки, с позиции современной науки. Поэтому, ну, это факт, из которого происходит, пишется история. И с населения, веры, чудес, которые происходят именно в наше время. Нужно время для того, чтобы современный человек, современный врач, ученый понимал свои границы. То есть, те законы, которые существуют в физическом мире, существуют и в духовном. То есть, нарушать их нельзя. Как разрушая законы и игнорируя в физическом мире, мы также эти законы нарушаются и в духовном. То есть, вот об этом, наверное, нужно говорить и говорить уже конкретно. И нести все эти традиции должны подготовлены знающие. Как только выдается свободное время, Александр Фомин с сыном приезжает из пригорода в Симферополь. В Свято-Троицкий женский монастырь. Еще раз помолиться и поблагодарить святителя за несомненное чудо. Приложиться к чудотворным мощам. Ваня окончил школу на хорошо и отлично. И сегодня ничем не отличается от своих сверстников. Я пошел учиться в наш Крымский инженерно-педагогический университет, чтобы стать хорошим психологом, чтобы помогать людям и детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. И подарить надежду тем, кто, может быть, ее уже потерял. На собственном примере показать, что при большом желании и помощи Божьей можно достичь даже невозможного. Ваня Фомин частый гость в онкогементологическом отделении Республиканской детской клинической больницы. В составе волонтерской группы в рамках акции «Милосердие» он спешит к больным детям своим примером показать и доказать, что не нужно терять веры и надежды, какой бы безнадежной ни была ситуация. Редактор субтитров А.Семкин